Всем привет! Вы на канале Усерта Бьюти и с вами я, Сирта! И сегодня с вами мы будем обозревать вот такую вот огроменную карабинцию. Но прежде чем я к ней перейду, у меня будет пару новостей, которые я хотела бы сказать. Ну, во-первых, как вы заметили... Ку-ку! Надеюсь, меня очень хорошо слышно. Я его протестировала в шорте маленьком, так что надеюсь, здесь все тоже будет классно звучать. Его подарил мне мой директор Фаберлик, Кенур Ханым. Спасибо большое! Огромное спасибо за вашу поддержку, за вашу любовь! Спасибо! Так что теперь меня будет слышно еще лучше. Еще у меня сегодня такой красивый макияж. Я ходила с мамой сегодня на спектакль в университет. Играл четверт... Надеюсь, я не пошуршала сейчас. Играл четвертый курс. И они играли спектакль о Ленино. Играли его, причем, очень даже хорошо. Из университета мы с мамой вышли с потрясающим настроением. И я сегодня, когда собиралась, решила создать такой образ. Точнее, я его создала еще вчера вечером. Меня вдохновила на эту песню. Новая песня Billie Eilish Blue. Мне очень понравился текст этой песни. Вот именно вот эта фраза, которая из-за вирусилась в тренде. Кому интересно, так что заходите, смотрим мой ролик. Я там с ума схожу. И вот я сделала вот этот макияж. Я сама от себя не ожидала, что я могу создать что-то такое суперклассное. Сейчас я немножко приближу вас к себе. Даже прикрою глаза. Чтобы вы могли рассмотреть. Я там такое накуролесила. Товарищи. Так у меня даже ресницы сумасшедшие сегодня. Вот. Это детская палетка Faberlic. Но, тем не менее, мне очень понравилась ее пигментация. Немножко, конечно, цвета на камере отличаются. Сейчас я покажу вам вот этот вот голубой. Но я его сейчас не сильно набрала. Он будет такой полупрозрачный. Но когда его набираешь именно кисточку, пальцем... Кисточку? Пальцем он ложится полупрозрачно. Но когда я набираю кисточку, видите, какой яркий цвет. Я его сделала под низ, под темный синий. Чтобы он так выглядывал. А сверху я сделала полосочку такую. Тенями из клея. Это однушечки. Однушечки. Главный акцент вот сюда я сделала вот этой вот однушечкой. Когда-то я ее уронила. Они немножко такие уронимые у нас в тени. Если их уронить, они могут сломаться. Потому что моя текстура такая мягенькая. Они сухие, они мягенькие. Вот. Вот сюда именно я сделала акцент. За счет чего мне больше всего нравится этот макияж. И... А вот эту вот полосочку, это тоже я придумала. Я все прям такая кудесница. Такая фантазерка тоже. Вот такие вот. Это вообще мои самые любимые тени. Голубые просто их нужно, естественно, сочетать с чем-то. А... Господи, я говорю уже на 4 минуты. А розовый, розовый, вот, это моя душа. Я прям вот где-то зимой мне мама купила. И с тех пор я использую это почти что в каждый свой макияж. Потому что, объясню, они выглядят розовые. На самом деле они вообще не розовые. И они подходят как при загаре. Я сейчас загорела. Если что, я белоснежка. Сейчас по мне, конечно, не скажут, что я белоснежка. Вот я немножко набрала. Надеюсь, камера передаст. Они розовым не ложатся. Тем более, ну, если, конечно, не набирать их прям очень сильно. Но все равно. Они ложатся прозрачно. И создают вот просто потрясающе. Вот показывают какие-то корейские макияжи. Там девчонки красятся. Вот что-то вот на таком подобии. Оно не мешает макияжу. Даже если сделать стрелки какие-то там черные, синие. Оно абсолютно не мешает. Просто создает потрясающее сияние. Я решила, у меня такая кисточка интересная, бочонок. Она, к сожалению, не рядом. Я ставлю фотографию. И я вот аккуратненько ей выложила такую полосочку. Если прям совсем интересно, вам можете писать, мне я сниму туториал. Но это только по вашим просьбам. Ну и фифетику. Фифетику это вам макияжа. Это вот такой вот каял синий. Я его, естественно, использовала как каял. Ну, логично. И не только как каял. Я его еще использовала как саму стрелку. Я вывела. Я вчера делала эксперимент. Я сначала сделала с черным карандашом. Один глаз, точнее. Я сделала черный. Вот этот глаз был черный. А этот был синий. Синим было гораздо интереснее. Но именно в интерпретации вот этого вот синего макияжа. Так, все. Что-то я заболталась прям. Я так рада вас видеть. Можете меня поздравить. Я сдала все экзамены. Я отличница. У меня по всем экзаменам. Надеюсь, опять не пошуршала. У меня по всем экзаменам. А-а-а! О-оу! Так что можете меня поздравить. И именно поэтому мамочка моя, мамочка-мамулечка приготовила мне эту коробку. Она ее на пункте выдачи, естественно, вскрыла, все проверила. Но сейчас она у нас запечатанная. Я без понятия, что там будет внутри. Так что мы сейчас вместе с вами это будем раскрывать и смотреть. Запаковала мама, конечно, знатно. Но обычной пилочкой я все спокойно вскрыла. Что-то там будет интересно. Я не буду сразу заглядывать в коробку, чтобы было более интересно. И мне, и, думаю, вам. Я просто буду вытаскивать то, что мне будет попадаться. Здесь уже сразу у нас идет какая-то вот такая штучка. Я попытаюсь это убрать, не посмотрев. Я постараюсь не посмотреть. Потому что так все-таки интересней. Так, я чувствую что-то. Мой любимый дезодорант. Он у меня как раз-таки закончился. Это у нас Айдео. У меня как раз-таки он скоро будет в пустышках. Так что я на днях сниму пустышки. Потому что пустышек у меня накопилось прям просто неимоверное количество. И так что, скорее всего, у меня на днях будет много будет... Русский речь мне подниму, ладно. Много будет выходить роликов про пустышки. Вообще, я постараюсь снимать по длительности меньше ролики. Но чтобы чаще выпускать. Потому что я очень щепетильно отношусь к монтажу. Я прям каждую секундочку, когда я сижу на компьютере, я вырезаю. Чтобы вы не смотрели, допустим, как я там целый час коробку открываю. Как я это сейчас делаю. Ну и что-то типа такого. Чтобы это было более лаконично. И вам было интереснее смотреть. Так. Дальше продолжу говорить про этот дезерант. Я его обожаю. В зимнее время, что вот я заметила у него особенность. Если его не встряхнуть в зимнее время, то он ложится таким белым налетом. Но это если не встряхнуть. Это я по глупости, когда не встряхнула. А в летнее время, когда я даже не встряхивала, ничего не происходит. У меня есть такой еще зеленый аромат. Но зеленый аромат в идею я не так сильно люблю. Ну почему-то, ну не так сильно люблю. Но обожаю синий и коричневый. Зачем я буду брызгать на руку? У меня же есть. Куда побрызгать? Это просто потрясающий аромат. Он не типично мужской. Все-таки мужской. Но мне он нравится. И что интересного в нем? В течение дня, например, я себе наношу. Я в основном его на ночь не использую. Только в течение дня, чтобы освежиться. Я чувствую аромат именно его все время. Ну не все равно, что правда, веду такое случилось. Ну что, знаете, так приоткрою немножко вентиляцию свою. Что-то, да, чувствую. Это просто потрясающий, как я забыла, называется. Мист. Господи, вылетело название из ума. Ладно. Мист. Витамины для тела арбузные. Я его обожаю. У меня как раз-таки опять-таки тоже закончился на днях. Так, мы его распшикаем. Вообще, мист. Ммм, какой арбузик. Можно носить с собой за место духов, как по мне. Ты заодно и тело свое увлажняешь, и освежаешь свой аромат. В принципе, духи в каких-то случаях опасно наносить. Все-таки на солнце может остаться. Ожог может, конечно, остаться. Но, я думаю, мист не опасно наносить. Поэтому я сейчас пока что переключилась на мист. Мне еще нравится ежевичный в этой... Вообще, мне все нравятся ароматы в этой серии. Они все классные. Но ежевичный его почему-то... Нет, на сайте давно. Что тут дальше? А, вот такого у меня еще не было. Это тот самый коричневый аромат. Просто он в обновленной упаковке. Я сама даже не ожидала. Сейчас мы его вскроем. Тут есть такая вот защитная штучка. Мы ее вскрыли. А, ну подождите. Ммм. Извините, извините. Ммм, обожаю этот аромат. Я вообще, опять-таки, повторюсь, что я айдео-дезоранты очень сильно люблю. И именно шариковый я использую на ночь. Очень хорошо держит. Запашок не пробивается, так скажем. Мне нравится. Следующее. Авиатрис. Авиатрис. Сейчас я его вскрою. Так, сила монтажа. Оп. И оп. Так, это у нас полноразмерка. У нее какой-то немножко, правда, почему-то заляпанный бутылек. Хотя было запечатано, как будто кто-то водичку немножко на него разлил. Но ничего. В принципе, здесь можно не особо придираться. Протер и чисто. Так. Я вообще обожаю авиатрис. Когда мы только купили авиатрис. Я на него даже... Ой, я упала. На него даже внимания не обратила. Даже внимания начала на него не обратила. Как-то он прошел мимо меня. И я его убрала в шкаф. Далеко-далеко. За горы, за леса, за взглядом, за так далее. И вообще не вспоминала о нем. Потом прошло достаточно времени. Не буду называть сколько. Просто достаточно времени. Я решаю его достать. Ну, побрызгалась. Такая ля-ля-ля-ля-ля-ля. Иду себе. Вдруг мама говорит. Чем от тебя так пахнет? Так благоухает. Я такая... Отменил. Да? Очень интересно. Чем же может пахнуть? Вообще у нас с мамой есть такая игра. Мы иногда сначала... Или она, или я. Допустим, брызгаемся какими-то духами. И друг другу не говорим какими. Допустим, я побрызгалась. Прихожу к маме. Говорю, мама, отгадай, чем я побрызгалась. Мама начинает гадать. И вот то же самое произошло здесь. Я побрызгалась. Говорю, отгадай. Она ни в какую не может отгадать. В итоге я ей сказала, что это авиатрис. Она пошла, побежала, просто так же побрызгалась. Она говорит, что это просто фантастика. Что вот я брызгаю на себя. Вообще так не пахнет. На себя побрызгала ты. Так чудесно пахнет. Короче говоря, что я так долго болтаю. Чудесные духи. У них очень приятный. Такой... Он сладкий, но не сильно сладкий аромат. И в нем есть такая... Яркая. Кислинка. Какая-то интересная очень. Ну, мне он очень нравится. Он ни на что не похож. Ни в люксовом сегменте я такого не видела. Ни в фаберлике тоже я не видела такого. Я опять куда-то падаю. Это у нас дезодорант Таваруа. У меня сейчас такой еще не совсем закончился. Поэтому не буду его вскрывать. Он пахнет просто... А-а-а. Так уж поэтому мама положила мне сюда флакончик Таваруа. Чтобы я показала. Наверное, заодно. Вот, смотрите. Это сейчас у меня закончились духи Таваруа. Они у меня в пустышках будут. Скоро я буду показывать еще одну часть. Сейчас я сниму эту еще одну часть. Про парфюмерию пустышки. И вот Таваруа. У них сейчас вроде даже поменялся флакончик. По-моему, даже была какая-то акция, если я не ошибаюсь. В девятом каталоге. Покупаешь духи. И там дезодорант идет с большой скидкой. Что-то на таком подобии. Но... Ну, сейчас мы вот такой вот дезодорантик у меня теперь. Он у нас подождет. Либо его закажут. Либо он будет не моим. И его закажут. Либо он будет моим. Когда мой закончится. Но пока что у меня есть. Вытаскиваем следующее. Так, я вижу что-то там очень большое. Но я... О! Нет, пока большое не буду доставать. Что-то нашла. О май гаад. О май гаад. Вы только посмотрите на эту красоту. Так, магия в монтажах. Вы просто посмотрите на это. Это... Кажется, я поняла. Это мама не из-за дезодоранта положила сюда. А вот из-за чего. Это раньше так выглядела упаковка. Сейчас, точнее, флакончик. А не упаковка. А вот сейчас, как он выглядит. Его немножко так приплющила, так скажем, жизнь. Его так раздавило. Но интересненько, интересненько. Мне очень нравится этот ингредиент. Очень красивый. Сейчас мы будем этим брызгаться. Это женский, да? Да, это женский. И, кстати, с товаруа... Да, вот здесь написано for her. Кстати, с товаруа вот точно такая же история, как и с авиатрис. Что каждый раз, когда я им брызгаюсь, мама просто тащится, так скажем. На молодежном фланге. И ей очень-очень нравится вообще, как от меня благухает этим ароматом. И я его прям в последнее время пшикала. О-хо-хо-хо-хо-хо сколько. Я уже вижу, что это тут сейчас. А, нет. Я хотела достать уже кое-что большое тут. Ну, я увидела свой любимейший карандаш. Я даже снимала... Оставлю ссылочку-отсылочку к этому ролику. Своё самое любимое комбо. Я всегда делаю с этим карандашом. Это первый вообще автоматический карандаш, который у меня закончился. Обычно они у меня там все просто лежат. Я не знаю, я как бы вроде пользуюсь, но они как-то не торопятся заканчиваться. Но этот карандаш закончился у меня прям... Где-то может быть... Ну, вначале я им так особо не пользовалась, пока я не нашла. То самое комбо. То самое комбо. Заходим, смотрим. Там я сняла, показала. Артикулы тоже все оставила. Так, мы его однозначно вскрываем. Вот моя прелесть. Да, это моя прелесть. Вот скольчика тут продукта. Я очень надеюсь, что я сейчас не сломаю. Его уже больше, чем было раньше. По ощущениям. Я его просто обожаю. Я его аккуратненько закрываю. Здесь, кстати, есть еще на обратной стороне точилка, но я ей никогда не пользовалась. То есть, не знаю, в принципе, карандаш и так сам тоненький. Мне как-то не требовалось его точить. Может, я такая просто загадочная. Не знаю. Мне это как-то не нужно было. А его артикул 4932. Вот если у вас есть такой прям едкий-едкий тинт, он какой-то такой, причем розовый, прям, фуковые глаза, и вам не очень нравится, как это смотрится, вы хотите как-то более поприличнее что-то, что-то более посолиднее, так скажем, можно этот сумасшедший тинт нанести. А поверх донести этот карандаш. Поверьте мне, будет очень красиво. Это все аккуратненько растушевать, и получится такой богатый цвет, красивый цвет. Можно даже будет добавить поверх блеск какой-нибудь. Можно любой, можно оттеночный. Но это уже на ваше усмотрение. А мы достаем то, что я тут вижу. Я это вижу, и мы это достаем. О, поляшечки, вы только посмотрите, посмотрите. Это... Сразу гречкой запахло. Это, как я понимаю, да, это моя любимая подушечка с гречневой лузгой. Надеюсь, правильно сказала. У меня таких несколько. Но у меня не было такой на... Стуль на кухне. Теперь у меня на кухне тоже будет такая эта штучка. Что она делает? Она нашей попке убирает целлюлит. Она ее массажирует. И... Вообще, в принципе, она не просто-напросто удобно сидеть. И очень хорошо. Что здесь написано поверх? С наполнителем из лузги гречихи. Эффект микромассажа, гипоаллергенные материалы, анатомические свойства. И когда долго сидишь обычно на стуле, уже пупка начинает немножко-то побаливать. Ну, так скажем, мягко говоря. Но если сидеть на этой подушке, то, в принципе, можно и подольше посидеть. Пупка не болит. Я сегодня была такая немножко слишком веселая. Много эмоций скопилось. Я вот говорю, да буквально на днях я сдала свой последний. Вот 1 июля у меня был последний мой экзамен. Ай, по истории театра. Вот сколько... Не надо, пожалуйста, ронять. Сколько бессонных ночей было. Вот сколько себе не представляете, товарищи. Вообще, перед экзаменом я поспала буквально час. Всю ночь я зубрила. Я все написала, все сдала. Я вам отличница. Можете еще раз поздравить. Я напоминаю, что... Ссылочку для регистрации в мою команду Поберлик я всегда оставляю в описании. Всегда и в шортах, и в больших роликах. Так что можете пойти, берите, пройти эту ссылочку и присоединиться и покупать по очень вкусным ценам. И по большим скидкам, а по огромным скидкам. Я хотела уже закончить ролик, но я решила, у меня есть традиция, я решила ей не изменять. В конце каждого своего ролика я показываю чай, который у меня закончился. И сейчас у меня закончилось очень много чая. чайов. Потому что я очень давно не снимала ролики. Вообще у меня, еще раз повторюсь, очень много пустышек. Чай! Нюзкий чай! Нюзкий чай! Я обожала этот чай. Его сейчас не производят. Просто решила показать, что как раз избавить от коробки. Это было просто что-то с чем-то. Пожалуйста, верните его. Это было ванильное яблоко с корнем солодки. Здесь было просто невероятное количество полезных вещей, которые она делала. Вот можете даже прочесть. Я вот вам так оставлю. Надеюсь, видно будет на стоп-кадре. прочесть можно будет. Ну, этого всего уже нету. Бай-бай всем! Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вам понравилось в сегодняшнем ролике, что вам не понравилось, что вы мне желаете. Хорошее желание. Это все хорошее. Я вас люблю. Целую вас всегда в моем сердечке. Так что пока-пока! Я бегу снимать новые ролики! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok